Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Алекс Йода И сегодня мы поговорим о хейтерах То есть по-русски ненавистниках Что это такое? Это термин широко распространенный в сети интернет Ну в жизни они тоже естественно, все эти люди существуют Но в интернете они проявляются во всей своей красе Вообще в интернете сразу видно кто есть кто, who is who Интернет это большая помойка, как говорят, как принято сейчас говорить Но на самом деле это не совсем так Интернет это огромное, незаменимое поле для потребления информации Потребления, распространения информации Но интернет, так как он задумывался изначально Он, конечно, себя реализовал Но реализовал себя еще и как место, куда люди сливают свой негатив Позитив-то чего его сливать? Позитив он нужен в самом себе То есть позитив получил И держишь в себе максимально сколько сможешь А вот негатив он тебе не нужен И ты его сливаешь Куда сливать? Если вокруг рядом никого нет На чью голову можно слить Как это часто делают люди То сливаешь его куда попало В интернет в тот же Там, слава богу, миллионы людей Которые это все потребляют, впитывают Расстраиваются И вот эти хейтеры от этого радуются Значит, опишем образ типичного хейтера Это мальчик То есть биологически мужского рода особь Возраста Ну так где-то от начала полового созревания Лет до 25 Вот так в среднем Чем обусловлено вот это явление хейтерства? Естественно, прежде всего это тестостероном То есть, когда на тебе возникают все вот эти тестостероновые прыщички Когда тебя тянет к женскому полу А может кого-то к мужскому полу Не суть В общем, тебя тянет на секс То, когда ты это не получаешь Ты начинаешь беситься И вот все это проявляется Твои нереализованные какие-то потребности Половые в том числе Все это реализовывается вот в эту ненависть Ко всем подряд Но не только секс Но еще и твои амбиции Вот люди амбициозные И люди, которые думают про себя, что они амбициозные Я сейчас имею в виду прежде всего мужчин Поскольку они составляют ядро хейтеров Они, когда их амбиции не реализуются Они тоже начинают сливать свой негатив на окружающих Потому что часто его девать некуда Общество закрывается Каждый начинает жить сам по себе И если раньше люди общались на кухнях И вообще часто общались друг с дружкой Много То сейчас общение минимизируется И даже в реале, когда Вроде бы ты находишься в коллективе И вокруг тебя такие же люди И сверстники, и несверстники Ты все равно Закрываешься в своем мобильном телефоне Или в своем планшете Или в компьютере И общаешься в основном в интернете То есть основное общение переходит в интернет А это значит, что и твои пожелания Делиться на болевшем Тоже переходят в интернет Отсюда и само явление Нельзя сказать, что Явление хейтерства в человеке Это что-то такое постоянное И вот он всегда таким будет Это явление Зачастую, в большинстве случаев, временное Оно обусловлено, как я сказал, возрастом Половой принадлежностью в основном И вот этими какими-то неудачами И нереализованными амбициями Откуда берутся эти амбиции Я еще хотел сказать Поскольку мужчинам с детства Прививают мысль, что они Мужики, мужчины Они должны там Обеспечивать женщин Защищать слабых И вообще на них взваливается Огромный груз изначально Только по признаку мужской То есть принадлежности к мужскому полу То подрастая И не сумев стать таким Каким тебя хочет видеть общество Они, естественно, озлобляются То есть мужчины озлобляются Наше общество не любит слабых мужчин И требует часто от мужчин того Чего они не могут произвести Не могут дать обществу Ну как не могут? Не могут или не хотят Или человек может быть слаб для этого Недостаточно волевой Недостаточно пробивной Он может быть интровертом Он может не уметь зарабатывать деньги И это явление не для всех Равно возможно То есть вот это умение зарабатывать деньги Некоторые люди просто патологически Не умеют зарабатывать деньги А общество и женщины Все, в общем, вокруг требуют И родители, и дети Все требуют от мужика быть мужиком В том представлении, в котором принято Стереативное представление И вот тогда Мальчик Видя как его какой-то сверстник Или видя в кино Как кто-то там Становится успешным Вокруг него вьются женщины Вокруг него вьется бабло Он все это видит И начинает завидовать Что такое зависть? Зависть это не так плохо На самом деле Я бы даже сказал, что это хорошо Вопреки тому, что слово зависть Принято считать каким-то ругательным Завистник Завидуешь Завидуя, ты становишься Лучше как бы Растешь над собой Ты увидел у кого-то что-то Ты позавидовал Ты стал делать все Для того, чтобы это у тебя было Или ты стал шевелиться Поэтому те, кто завидует И является сейчас хейтером Ненавистником Который бесится по любому поводу В интернете особенно И сливает свой негатив на окружающих В будущем, возможно, станет успешным человеком Возможно Ну, конечно, в большинстве случаев Будем смотреть правде в глаза Не станет Потому что Одной голой зависти и ненависти Для этого недостаточно Для этого надо что-то делать А так можно всю жизнь Прозавидовать всю жизнь Проунижать слабых Мне неоднократно доводилось Общаться в интернете С такими хейтерами Пацаны бесятся, конечно По каким-то своим причинам И вот Два-три человека Мне более-менее подробно излагали Почему они такие, какие они есть Вот один из них говорил Я боюсь людей У меня не получается общаться с ними Я боюсь познакомиться с девушкой То есть я очень хочу У меня есть свой какой-то идеал Но они какие-то все не такие А те, кто такие, они меня отвергают Я хочу с ними познакомиться Они меня посылают Я прихожу сюда, в интернет И я начинаю выливать свою злость На всех подряд Я начинаю оскорблять людей Причем оскорблять тех, кто Морально слабее Тех, кто не может защититься И мне, говорит, не нужно для этого Выбирать Всех подряд не нужно выбирать Нужно выбирать какую-то категорию Социально незащищенную И вот на них сливать весь негатив Когда там, допустим Большинство населения против него Там, скажем, нацменьшинства Сексуальные меньшинства Там, не знаю Ну, кто угодно На кого получилось большинство населения Вот тогда это здорово и весело Объединиться с большинством И нападать, там, сливать свой негатив На таких людей От этого они, хейтеры, получают удовольствие И это легко Поэтому они это делают Как говорится, я это делаю, потому что могу И вот он говорит Я ходил на карате 6 лет Но я в реальной жизни боюсь Боюсь защитить себя Боюсь вступить с кем-то в драку В любой конфликт У меня нет стержня, говорит Я общался с ним и думал Что вот оно, настоящее лицо хейтеров, ненавистников Ну, я, собственно, это давно подозревал Но когда вот общался с такими людьми Они подтверждали все мои мысли О том, что хейтер Это слабый человек Не приспособленный к жизни Которого это мучает, терзает изнутри И он не может жить совсем вот этим вот Негативом, который внутри него И вынужден это все выплескивать Ну, конечно, это еще зависит от воспитания От каких-то врожденных качеств Потому что далеко не все Могут себе позволить Выливать все плохое, что в них накопилось На окружающих Некоторые это держат в себе И не позволяют себе обижать других людей И вот, делая вывод из сказанного Я хочу посоветовать подросткам, мальчикам Которых, возможно, гнетет то, что у них что-то не получается Что их не любят девочки Что вокруг мир несправедлив Не такой, как они себе это представляли Что у кого-то там папа богатый, а у него бедный И так далее, и тому подобное Я хотел им посоветовать не озлобляться Попытаться изо всей силы не озлобляться Держать себя в руках Потому что делая плохо окружающим Сливая свою злость, свой негатив Вроде бы в никуда, в интернет Но надо понимать, что ты этим делаешь Плохо не одному, двум людям А всем, которые вот это прочитают Даже если человек говорит Мне все равно, мне на тебя там плевать И так далее Все равно настроение и Все вот эта грязь вот эта вся остается Внутри тех людей, которые это прочитают И они тоже отчаиваются В общем, не нужно этого делать Старайтесь быть лучше Короче говоря Ребята Не пытайтесь поднять свою самооценку За счет окружающих И фортуна повернется к вам все-таки передом Вот я так думаю А на этом сегодня все С вами был Алекс Йода Со своими советами Пока-пока Ненавижу Ненавижу я себя Потому что Знают все мои друзья Что я признаюсь Ну а ты не скажешь Да мне будет стыд Будет стыд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok